Онкологические заболевания молочной железы за последние десятилетия стали одной из мировых проблем. Ежегодно на нашей планете регистрируют почти полтора миллиона случаев этого вида рака. В России онкологические заболевания молочной железы занимают третье место среди причин смерти женского населения страны. Диагностика играет важную роль, ведь если патологию найти на ранней стадии, вылечить рак будет проще. В обнаружении недуга российским врачам теперь помогает искусственный интеллект. Технологию, кстати, с этого года внедрили и в рязанских медучреждениях. Рентген-лаборант, он, собственно, делает исследование. И это исследование после этого попадает в Центральный архив медицинских изображений. Дальше врач уже на своем рабочем месте, он открывает это исследование, ну и, собственно, смотрит снимок. Параллельно с этим сервис поддержки принятия врачебных решений, вот этот вот с искусственным интеллектом, обрабатывает снимок, подсвечивает области патологии, которые возможны на этом снимке и формирует предварительный протокол. Лимфоузлы, образование, кисты и утолщение кожи. Искусственный интеллект выявляет разные патологии маммографических исследований. На основе этих данных врач формирует уже свой собственный протокол. При этом в медицинском информационно-аналитическом центре рассказывают, что основной упор в использовании искусственного интеллекта делают все-таки на своевременное обнаружение и профилактику, а не на лечение. Эта система позволяет сократить время анализа маммограмм, позволяет обратить внимание на какие-то детали, отличить доброкачественные изменения от злокачественных. Также работа искусственного интеллекта можно расценивать как второе мнение, второй просмотр, чего требует законодательство. Более детальное, пристальное внимание уделяется участкам, которые распознает искусственный интеллект. И в целом это можно расценивать как консилиум. В этом году сервис принятия врачебных решений планируют внедрить и в исследование флюорографических снимков. Специалисты отметили, что это позволит оперативно и качественно выявлять признаки злокачественных образований, пневмонии и COVID-19 на ранней стадии. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».